Память о подвигах земляков разных поколений в одном месте. Мемориал «Огонь славы» в Рыбинске был возведен еще в 1967 году. Позже он не раз дополнялся различными монументами, но до сих пор имеет незаконченный вид и требует ремонта. Здесь увековечены имена ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана и Северного Кавказа, а также Героев Труда. Место святое в нашем городе, где встречаются все поколения, начиная от ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов нынешних, ветеранов Вооруженных сил. Мы видим в этом памятнике еще не только лицетворение той памяти нашей общенародной о тех, кто погиб. Это еще и место, где мы проводим различного рода воспитательные мероприятия, направленные на подготовку нашей молодежи к военной службе. Народный памятник за народные деньги. Совет ветеранов Рыбинска обратился к горожанам с предложением скинуться на реконструкцию мемориала. Инициативу поддержали и жители, и местные предприятия. Но самую большую поддержку оказывают сами ветераны. Их в Рыбинске более двух тысяч. Сами в первую очередь. Первый пример – это свой. Как только откроют счет, так мы сразу, как комсомольцы добровольцы. Для ветеранов и пенсионеров это не первая народная стройка. В прошлом году они собрали несколько миллионов рублей на новый памятник знаменитому земляку Павлу Дерунову. Мы за. Пускай обновляются. Город хорошеет. Ну, пенсия-то, наверное, небольшая, чтобы там участвовать. Ну, поделимся все равно немножко-то. Выделим. Да, выделим. Десятый. Мы люди советские, добрые. Я говорю, что на памятник Дерюнова давали, а сюда уж как не дашь. Я, например, участник войны. Да как? Надо уж помочь. У меня муж вот эту вот стеллу делал, полировали ночами, в заводе ночевали. Местный департамент архитектуры уже разработал и согласовал проект. Комплекс планируют расширить и дополнить новыми элементами. Предусматривается ликвидация трех стелл расположенных на пешеходной дорожке между мемориалом и бюстом генерала Батова и размещение новой стеллы рядом со звездой. На этой стеле будут одновременно написаны имена и героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Часть средств на реконструкцию выделит местная администрация. Оставшуюся часть денег соберут горожане. Рыбинцы надеются начать работы в ближайшие дни, чтобы огонь славы предстал обновленным уже в следующем году, к 70-летию Великой Победы. Наталья Парфентьева, Владимир Русанов. День в событиях.